Как бы вам объяснить, из нас, которые в боях-то участвовали, два человека-то всего и осталось, которые участвовали в выборах губернатора, а потом еще и помогали одному товарищу акции забрать. И в связи с этим за свои 28 лет работы на телевидении я кое-что немножко другое понимаю. 28 лет, скоро будет 29-й год. И мне задают вопрос, а может быть не вопрос, но отдельные товарищи думают, что у нас будет все насколько ли хорошо. Но тут возникает другая модификационная составляющая нашей жизни. За последние 32 года, сейчас уже 33-й скоро пойдет, ну уже скоро пошел 33-й. Что из нас получилось? О, так что из нас получилось? Мы вышли из Советского Союза. Один урод развалил весь Советский Союз, другой пропил жизнь. И мы сейчас находимся в интересных событиях, ности-то. Как бы вам объяснить по-человечески? На протяжении 33-х лет, мы будем говорить про год 2023-й, это была дивная ситуация под названием разбазаривание всего сегодня и сейчас. Даже тогда, когда у нас появляется специализированная военная операция, процедура разбазаривания такая же. Так она и остается. И самое забавное, что куда мы втыкаемся? Ну да, интересный вопрос. Потому что в свое время был товарищ Старин, который четко приравнял рубль к доллару. Который сказал, что пенсия должна быть 50 лет. Потому что это реальная жопа находиться в таких условиях, когда температура прыгает от минус 35 до плюс 45. То есть это ненормальные условия. То есть надо понимать, что мы находимся в реальной сраке. То есть давайте поделимся, что 130 миллионов человек, причем меньшая часть, большая часть где-то поюжнее живет. А вот отсюда и туда на север, то есть, ну грубо говоря, наверное, 50 миллионов человек, даже может быть еще и меньше, живут в реальной жопе. Хорошая тема, да? И доллар у нас куда-то прыгает, и все остальное куда-то прыгает. И мне говорят, когда мы будем жить хорошо. Ну, наверное, никогда. Потому что 33 года разграбления пришло к дивному своему событию. Почему я нахожусь на улице? Почему рядышком со мной ездят люди? По одной простой причине. Они пытаются сэкономить свой бюджет, но тратят охраненное количество бабок. На что? На дивный бензин. Ну, мы же сказали, что у нас доллар стал, вырос почти в два раза, так и бензин должен туда же подняться. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, смысла жизни, как такового, здесь не присутствует вообще. Теперь другие варианты роста цен. Цены на недвижимость побафнули вверх. Объясню, почему. Ну, Магнитогорский, это вообще железобетонная практика. Так, вот она ситуация. Ну, наконец-таки мы научились платить деньги за тех, кто умирает. На сегодняшний день примерно на левом берегу это 130-150,2. То есть, каждому заплатили 5 миллионов рублей. Этого, в принципе, реально хватило, чтобы все трешки просто выкупить. Их немного в природе своей. А туда и все остальное повелклось. И знаете, это интересный вопрос. То есть, мы сейчас состыковываемся с нашими друзьями. Малороссами. Малороссия, так она раньше и была. Это только в 1894 году придумали слово украинцы. Ну, не было таких вещей, понимаете? Их не было. Но про это все забывают. Чтобы не быть умным, я еще раз говорю, все это дело я прочитал где? В Википедии, естественно. А теперь, во, Украина. Мало того, они забрали себе то, что им никогда не принадлежало. Просто им кое-кто подарил. Да не подарил Крым только Хрущев. А до этого им кое-кто другой подарил. Это был Владимир Ильич Ленин. Но никогда же мы не думали, что все это дело так развалится. И в связи с тем, что у нас сейчас возникают дивные проблемы, малороссы лезут к россиянам, возникает тема интересная. Почему это может быть долго? Американцы очень любят не жертвовать своими человеками. То есть, если американский солдат пришел на войну, то средняя заработная плата американского солдата – это 50 тысяч долларов. Это средняя плата американского солдата. А теперь, в случае, если что-то случилось, это станет еще более понятнее и очевиднее. То есть, американский солдат, который в деятельности такие вещи тоже случаются. Двухсотые там тоже залетают. Так вот этому солдату прилетает сразу же не 5 миллионов рублей, а 5 миллионов долларов. Немножко другая сумма, но тем это интересно. Понимаете? Именно поэтому сейчас идет речь о постановке в противовес к Российской Федерации тех, кто не хочет воевать. Никто не хочет воевать. А зачем? То есть, давайте определимся, что случилось со страной, которая была и по полной программе развалилась. Или вы думаете, что сегодня, сейчас вы можете воспитать какого-то крутого специалиста? Я очень сильно в этом деле сомневаюсь. Потому что крутые специалисты, их еще найти-то надо. Сколько человек было из моего класса? И кто остался крутым специалистом? Наверное, я. Потому что смысл для меня был очевидный, не ворой. Делай все своими мозгами. Работай головой. Сколько таких людей? Да их немного. Мы хотим что-то сделать. Но что мы получаем в итоге? Вы посмотрите на наших отморозков. Я имею в виду тех, кто в школе. Они умудряются материться с детского сада. У них мозгов уже таковых нет. Да, дорогие, мы ничего делать не умеем. Потому что мы это не делаем. Я пытаюсь своему что-то объяснить. Но как сказать то? Давайте определимся, сколько я умею, что я умею делать. Примерно 35 профессий. Могу и больше сделать. То есть, учение для меня всегда необходимо есть. А у молодых-то нету. И как вы собираетесь из них делать специалиста? Если вы собираетесь выращивать варьё, оно и будет варьё. Варьё будет работать только на свой карман. Понимаете? Это то же самое. Я когда задал вопрос своим товарищам в Москве лет, наверное, 5 назад, может, чуть-чуть больше, наверное, уже больше, да? Мне сказали, 33 года. 33 года вы будете бамбук курить. И знаете, я наверняка понимаю, о чём у меня речь. При том, что я с большим удовольствием отношусь к деятельности нашего президента. Но возникают другие проблемы. Сколько вокруг него отморозков? Сколько? Да море. Он это не сможет переделать в природе своей. Это невозможно. Что сейчас возникает в нашей бытийности, то мне мой сын говорит, а почему ты не такой крутой? Я говорю, ну, во-первых, я не такой крутой, естественно. Во-вторых, всё, что я смог, я заработал своими руками. Своими руками. И больше, и меньше. И есть люди, которые воровали. Так вот, таких людей, которые воруют в городе Магнитогорске, очень-очень много. Очень-очень много. А сколько таких людей во всей России? Очень-очень много. И этот ворио не будет ничем заниматься. Он работает только на свой кошелек. А? Клевая ситуация. Так оно и будет. Так оно и будет. Я пытаюсь уже объяснить, но будет это или неизвестно. Когда вам говорят, что вы можете жить в России, и эти присказки дебильные, где родился, там он пригодился. Маленький нюанс. Это я уже расскажу, потому что частично бывают за рубежом. Может быть, это и лично я такой. Но не все это делать умеют. А то. Для того, чтобы вы немножко доехали, почему я всю жизнь говорю, вот эта битва. Были две битвы, естественно, были. Одну выиграли, одну проиграли. Сейчас вторая идет битва. потому что в принципе город-то небольшой. Здесь достаточно одного крутого телевизионного канала, который будет деньги зарабатывать. Вы все это дело расплодили. Вы сделали, ну, как бы вам сказать, это отношение, наверное, дебилизма. Да? Не может нормальный оператор, не может нормальный видеинженер, не может нормальный журналист зарабатывать копейки. Это невозможно. Или это получится то, что будет после меня. Тут же вопрос возникает, сколько и когда я проживу. С моей болячкой живут не так уж и много. Я не знаю, сколько. Господь сын лет через десять все это дело посмотрит. Может скажет, что я богумый. А в связи с тем, что, как бы вам сказать, 20 лет назад, 28 лет назад моя часть напрямую столкнулась с политикой, то я, наверное, кое-что знаю, что делается в этой стране. Примерно знаю, к чему все это дело придет и когда будет красиво и ровно. И мне так лично кажется, что мы как были страной, в которой нам говорят, что мы на пятом месте, а при этом забывают, что у нас есть дивные переводчики, и вы, в принципе, можете легко спросить среднюю заработную плату. Ну, допустим, какая такая страна, не пришли, кобыль хвост? А, о, хорошая страна, Италия. Вы не в курсе, у нас Даниэли построили? Так давайте определимся, сколько там зарабатывают металлурги, ну, или средняя заработная плата. по цене. Это примерно 3,5 тысячи евро. А пенсию, знаете, сложно? Не сложно задавать среднюю пенсию по той же Италии. Так вот, средняя там пенсия 1700 евро. О! А потом мне когда говорят, что в Италии все настолько сложно и красиво, и ценники на все, во-первых, Италия, она чуть-чуть южнее располагается, естественно, топить ее в таком количестве не нужно. В некотором событии в Италии вам предлагают просто так, просто так, деревням, дома, бесплатно. Ну, отремонтируйте, живите там спокойненько. То есть, ну, как-то так, да? Теперь, когда мне говорят про жрачку, я-то там был, поверьте мне, так вот, российская жрачка в 3-4 раза дороже, чем где-либо в природе своей. Потому что, извините, подвиньте, у нас сейчас помидоров, не... Ну, это еще ладно сейчас заканчивает, помидоры, огурцы, да? А зимой-то, что мы будем есть? Бамбук будем курить. Так оно и есть. Это еще ерунда. Это еще... Есть такие места веселые, в Заполярье, вот там вообще висели сейчас. Там, конечно, недвижимость, ценники немножко опустились. Может быть, не... Да и, наверное, так же поднялись. И просто, когда один урод говорит, что рано или поздно доллар будет 150-250 рублей, я говорю, да это, в принципе, нормально. Вы что там думали? У нас он 6 тысяч стоил. Не помните, что ли? Я помню. Это было 1996 год, когда нули-то обрубили. Я это все помню, я это все видел. Мало того, я вас еще и кормил в 92-м году. Когда Советский Союз развалился, мне же надо было вас покормить, да? Я в ларке так же сидел. Рядышком был ларек самого крутого специалиста, которого уже нет, Константина Матвеичука. Да, такие вещи случились, поверьте мне. Мы пили столько, сколько никто не пил в природе. Это я уже сыну объясняю. Сегодня, сейчас мы начинаем понимать, что алкоголь в том количестве такой, наверное, нам и не нужен. Можно и без него спокойненько получать не меньшее удовольствие. Но, 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 что будет? Будет примерно следующее. Бабы захотят всегда денег. И не только, кстати, российские бабы. Я тут недавно пикаву начал смотреть. Так и в Казахстане есть той же оперы все подряд. то есть им нравится, что вы им должны. Да никому я ничего не должен. Я был должен, но любовь закончилась. И почему я все-таки в этой дивной стране? Ну да, это была любовь. Она закончилась. Что будет сейчас? И вот возникает тот самый дивный вопрос. Куда мы можем переехать? Давайте определимся, что количество таких умников, в большей степени, которые еще воспитаны были в Советском Союзе, которые умеют много чего, их, по сути, события осталось, ну, будем говорить, 10 миллионов. И вы думаете, что 10 миллионов не растворятся в 8 миллиардах населения? Щелк и растворятся. Сюда придут другие товарищи. Потому что, как вы должны понимать, люди из ближнего зарубежья, они, в принципе, ни хрена делать-то не умеют. Строят не при чайка болехвост. Мало того, экономят на всем, в цементе не укладывают, сам цемент не укладывают смесь бетонную, ну, и получается жопа. Вот такая и будет жопа. Хорошая, красивая жопа. И как бы сказать то поинтереснее, я не вижу перспектив в этом государстве. Хорошая тема, интересная.